Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Давно известно, что нравственное состояние общества оценивается по его отношению к детям, старикам, женщинам. Вот ветераны – многочисленная социальная группа населения области, в нынешних условиях, но порой самая незащищенная, испытывающая трудности в жизни. Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным условием сохранения достойного образа жизни в этом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться физическое, духовное здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми материальными, духовными и, конечно, культурными социальными благами. Задачей становится включение пожилых людей в различные сферы социальной и культурной жизни. Вот о том, чем живет Самарский дворец ветеранов, сегодня какие планы, я поговорю с ее директором Ольгой Николаевной Барановой. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Я хочу первым вопросом спросить вас, вот ваша деятельность все-таки, конечно, многогранна. Расскажите, какое направление вашей работы сегодня главное, определяющее, вот в нынешних известных условиях? Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Вот что самое главное в нашей работе, из наших направлений? Пожалуй, самое главное сегодня – это дать возможность максимально большому количеству людей пользоваться нашими услугами и не быть оторванными от общества в режиме самоизоляции. Мы понимаем, как важно пожилым людям сейчас, в период пандемии, соблюдать самоизоляцию, оставаться дома, сохранять свое здоровье, здоровье окружающих. Но тем не менее, мы понимаем, как важно, особенно в зрелом, взрослом, очень взрослом возрасте, вот уйдя на эту самоизоляцию, потеряться, удалиться, растеряться просто, эмоционально, физически, нравственно. Поэтому, конечно, 2020 год мы запомним надолго тем, что не стало во дворце наших любимых ветеранов. И так мало проектов, которые были задуманы в год 75-летия Победы, особенно для них важного, мы не смогли провести в очном режиме, но очень старались, хотя было трудно, порой очень трудно, поскольку мы понимали, что не все пожилые люди умеют пользоваться интернетом, не все имеют возможность выйти в соцсети, но достучаться, прежде всего, до молодых людей, до живущих в нашем городе, чтобы они дали возможность своим старшим родственникам, научили, подсказали, на какую кнопочку нажать, с тем, чтобы люди действительно стали участниками наших событий. И вот большим подспорьем, конечно, стал наш проект, интернет-проект, который назвали мы «Клуб активного дня». Это возможность в 9 часов встать и включить компьютер, встать вместе с нашим тренером к экранам телевизора и заняться физической гимнастикой, в том числе УШУ, например, оздоровительной гимнастикой для пожилых людей. В 10 часов это концерт, это видеоэкскурсия, это мастер-классы, это дискотека в прямом эфире. То есть действительно, чтобы эта активность двигательная, коммуникативная, информационная, она сохранялась. И чтобы наши ветераны без потерь вышли из периода пандемии и вновь пришли к нам. Ну хорошо, все-таки вы совершенно верно подметили, что 2020 год был очень богатым на события. И это не только День Победы, 75-летие Победы, но все-таки и еще другие события. Вот, конечно, я понимаю, что это мероприятие было ярким, но о чем стоит сказать еще? Именно про год уходящий, 2020-й. Это поиск новых форм, форматов проведения наших мероприятий, новых партнеров, интернет-партнеров, которые помогли бы наши события сделать яркими. Но, пожалуй, среди самых ярких, таких знаковых событий уходящего года можно назвать открытие музейной экспозиции, которую мы назвали «Культура искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». Мы к этому событию шли пять лет. И планировалось, что именно 9 мая 2020 года мы откроем экспозицию для наших зрителей. Но пандемия, задержка с оборудованием, болезни людей, с которыми мы сотрудничали в плане разработки контента. Но в декабре уходящего года, 15 декабря, мы музей открыли. Ушедшего года мы музей открыли. И мне очень приятно, что вот этот проект, который мы создавали всем миром, очень много жителей города нам помогли в его создании, и мы его открыли. Уже сейчас есть видеоэкскурсия по музею, открытие нашей музейной экспозиции. Есть возможность сейчас, если нет вам 65 лет, прийти во дворец, и мы с удовольствием покажем эту новую экспозицию. Уникально, да, потому что впервые для нашего города в одном ресурсе мы собрали практически все направления искусства, благодаря которым Куйбышев в эти годы в Великую Отечественную войну стал не только запасной столицей всего СССР, но и культурной столицей всей страны. Поэтому приходите, с удовольствием покажем, расскажем. Очень приятно, что есть современные технологии, которые позволяют с использованием технологий современных сделать ярче моменты, которые сложно воспринимать на слух, может быть, видеоряд такой не всегда очень понятный. Но это и зрение, это и обоняние, и осязание, то есть практически все виды искусств, которые задействованы вот в рамках этой экспозиции, которые позволяют погрузиться в Куйбышев военный, в темный, в голодный, в холодный, но тем не менее живущий очень яркой культурной жизнью. И, ну, я не думаю, что открою какой-то секрет, что неизвестно, только ли штыком, только ли снарядом победил советский народ в годы войны. На мой взгляд, именно тем вот особым духом, особым отношением к своим корням, к традициям, к культурным традициям смог выстоять великий народ, победить, вновь возродить страну и поставить ее вот на такие серьезные мирные рельсы. Ольга Николаевна, была ли, сейчас, опять же, вспоминая на 2020 год, была ли оказана помощь вам со стороны волонтерских организаций? Конечно, практически все мероприятия, которые мы проводили, это как раз с участием волонтеров, тех людей, которые не только участвовали в наших концертах, потому что вот формат прямого эфира, вы знаете, многие волонтеры, артисты, которые приходили и выступали в наших мероприятиях, говорили, ой, как грустно выступать в пустом зале, но тем не менее мы не могли пригласить зрителей, и наши мероприятия идут в прямом эфире, и волонтеры выступают, волонтеры рассказывают, читают стихи. Практически все проекты, вот что поэтический марафон «Победа остается молодой», который поднял практически все население нашей Самары в возрасте от 4 до 90 лет, в стихотворной форме поэтический марафон рассказали свое отношение, раскрыли свое отношение к победе и к тем событиям. Очень приятно, что волонтеров привлекали для приведения зарядок, которые для пожилых людей. Федерация УШУ с нами сотрудничает в плане проведения вот таких оздоровительных мероприятий, технологий. Очень много, и все, конечно, практически все наши проекты – это безвозмездные, с участием жителей нашего города. Как вы работаете сейчас? Ведь согласитесь, что сейчас на всех мероприятиях посещения, будь то театры, музеи, какие-то культурные мероприятия, все-таки остается 65+, это запрет. Но работа продолжается, и ваша в том числе. Каким образом вы налаживаете сейчас взаимосвязь с ветеранами Самары? Мы ищем эти возможности, действительно, и 50-процентная загрузка зала, и ограничения по возрасту. Но, тем не менее, сейчас мы проводим мероприятия, которые позволяют людям пожилого возраста дистанционно участвовать в наших мероприятиях. Потому что те же самые наши творческие коллективы, ансамбли, хоровые коллективы, танцевальные, они проводят занятия с использованием сети интернет. То есть мы научились работать в одноклассниках в прямом эфире, мы научились привлекать зом и проводить занятия с помощью этой платформы и так далее. По телефону, то есть активно работает психолог, юрисконсульт. Мы продолжаем оказывать юридическую, психологическую помощь через доступные средства связи. Есть телефон, значит, мы будем работать по телефону. Наши специалисты записывают свои видеообращения, уроки, консультации. И в соцсетях мы это включаем в рамках того же Клуба Активного дня. Мы сейчас активно готовимся. Вот 2021 год, это год юбилейный для дворца. Нам 9 мая исполнится 20 лет. То есть вот открытие Дворца ветеранов было 9 мая 2001 года, в этом году нам 20 лет. Поэтому сейчас мы активно поднимаем наших ветеранов, наш актив, для того, чтобы достойно отметить наш, пусть небольшой, но юбилей. Поэтому мы открыты в плане разных творческих сюрпризов. Наши коллективы готовят и песенные, и стихотворные сюрпризы. Наши мастерицы создают экспозиции, картины, которые можно будет презентовать в рамках наших юбилейных мероприятий. Ищем разные форматы. Вот совсем скоро, с 25 января у нас стартует образовательный курс с телефоном на «ты». Пока ограничения до 65 лет, то есть мы за этим строго наблюдаем, это как раз те образовательные курсы, которые позволяют осваивать, в том числе, интернет-технологии, современные технологии, компьютерные курсы. Пока только вот до 65. Все онлайн, Ольга Николаевна, правильно я понимаю? И реально, если человек не достиг возраста 65. Потому что мы не требуем каких-то документов в плане того, чтобы подтвердить свое ветеранство. Мы работаем со всеми пожилыми людьми. У человека есть время, есть возможность. Приходите к нам. Ольга Николаевна, правильно я понимаю, если человек пенсионного возраста, если 65+, если возникла какая-то проблема, недопонимание или консультация нужна, в том числе юридическая, психологическая, о чем вы сказали, это ведь очень важно для пожилых людей особенно, у которых нет близких людей, которые совсем одни, могут к вам обратиться посредством телефона, интернета и так далее. Вот проанонсируйте, пожалуйста, кто и зачем, ну и, конечно, почему может прийти в Самарский дом витеран. Вы знаете, свою работу изначально мы строили, исходя из потребностей пожилых людей. Поэтому сейчас вот основные направления работы дворца как раз и отражают основные потребности пожилых людей. Первое направление – это вот как раз социальная помощь. То есть в рамках этого направления у нас работает юрис-консульт, бесплатная юридическая помощь, это понедельник-четверг во дворце и в том числе вот с использованием тех средств, которые мы перечисляли. Я сразу можно вас здесь приостановлю? Юридическая помощь в любых аспектах, связанных в том числе там и с недвижимостью, бывают какие-то мошеннические действия по картам, по телефонам и так далее. То есть может проконсультироваться в области юридические по всем направлениям? По всем направлениям, и это бесплатно, безвозмездно. Если наш юрис-консульт не способен оказать в каком-то вопросе помощь, то он обязательно направит человека, подскажет, куда ему обратиться, какие действия предпринять, чтобы все проблемы разрешились наилучшим образом. У нас очень хороший психолог Марина Гильевна, которая как раз работает с проблемами геронтологии. И вы знаете, ее работа вот в период пандемии особо пользуется спросом, потому что, как оказалось, главная проблема пожилых людей сейчас, это вот в период самоизоляции, как раз страх. В том числе страх выйти из своей квартиры, страх каких-то вот таких моментов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. И наш психолог дает реальные советы, как справиться с этим, как сохранить свое психическое здоровье, на что переключиться, чем заняться так, чтобы вот без потерь выйти из этого состояния. Но эффективность работы отражается в том числе и в повторных обращениях. Часто они бывают? Или все-таки работа на большое количество населения? Есть индивидуальные консультации, есть групповые консультации. И вот по анализу нашего психолога мы можем говорить с уверенностью, что те, кто вот обратились к нам по какой-то проблеме, они продолжают пользоваться нашими услугами, потому что, ну, человек пожилой, есть определенные моменты, которые нужно отрабатывать в течение длительного времени. Поэтому приходите, мы открыты, звоните. А дозвониться-то до вас легко, Николай, потому что вы говорите, такие востребованы ваши специалисты. Дозвониться легко. Есть три телефона, которым можно звонить в течение всего рабочего дня, если нужно, я их назову сейчас. Первый телефон 261-49-22. Второй номер телефона 201-19-66. Третий номер 261-56-66. Все телефоны есть на сайте и в соцсетях. Самарский дворец ветеранов стоит лишь набрать в интернете. И прийти к нам. Вот. Это направление социальное. Следующее направление – зрелищно-развлекательная деятельность. Это наши концерты, выставки, мастер-классы и так далее. Сейчас могу сказать, что вот 2021 год – это год 170-летия Самарской губернии. И мы уже вот планируем, практически оформлена новая выставка в рамках нашего проекта «Губернский город», который покажет работы известной самарской мастерицы Людмилы Витальевны Тыриновой, которое посвящено юбилею Самарской губернии. Уникальные работы выполнены в особой технике вышивка тканью по ткани. И она тоже есть и в интернете, то есть интернет-экскурсии. И есть возможность, вот обратившись по тем телефонам, которые я назвала, записаться и на экскурсию, прийти во дворец и посмотреть ее. Скажите, насколько вот важны ваши мероприятия именно для ветеранов? Ну вот что они им дают? Вы знаете, Елена, когда-то в свое время мы проводили такой опрос среди пожилых людей, но там были вопросы по удовлетворенности нашей деятельности, насколько мы отвечаем их и требованиям. И в одной из вот этих анкет женщина достаточно преклонного возраста написала, что для вас дворец ветеранов. И она написала, дворец ветеранов – это дом, где согреваются сердца. И вы знаете, это действительно так. То есть к нам люди приходят, если есть необходимость занять свое свободное время, найти общение, найти товарища для каких-то определенных занятий, согреться душой. Потому что, как правило, у молодых свой ритм жизни, даже у близких родственников, у них свои проблемы, заботы. И порой даже времени не хватает, чтобы элементарно поговорить своей бабушкой, дедушкой. А в нашем Творце ветеранов есть клубы общения, когда специалисты выслушают, дадут реальные советы, когда можно провести праздник, когда можно посмотреть необыкновенный концерт, когда можно прочитать газету «Самарский ветеран» и найти то, что отвечает сегодня твоей душе, твоим ощущениям, твоим желаниям. Твоему ритму жизни. Твоему ритму жизни. И это позволяет человеку чувствовать себя самодостаточным. В той же анкете другой человек написал, дворец ветеранов помогает быть с временем наравне. Не остаться где-то за бортом, потому что и наши компьютерные курсы, и наши образовательные курсы, тот же видеоблогинг с телефоном на «ты», он позволяет пожилым быть сегодня и сейчас, жить сегодня и сейчас. Вы знаете, по этому поводу у нас была в свое время такая полемика серьезная. У нас газета есть ежемесячно, мы опускаем газеты о пожилых и для пожилых. И первоначально она называлась «пожилой современник». Пожилой современник. Два ключевых слова, что «современник» сегодня и сейчас, и «пожилой». И такая серьезная поднялась волна рассуждений, когда нам пришли и сказали, вы понимаете, пожилой от слова «пожил», а мы не пожили, мы живем сегодня, сейчас у нас свои планы, мечты, идеи. И вот пожилой к нам неприменимо, даже в сочетании со словом «современник». Поэтому наша газета называется «Самарский ветеран». Поэтому вот если, я всегда говорю, очень сложно оторваться от своей квартиры. Человек вышел на пенсию, внуками, помощь, понятная активность. Но это еще время, когда пожилой человек определенным ресурсом, главным ресурсом располагает, временем. И это время возможно и нужно использовать на те занятия, до которых вот когда ты был молодой, не было времени и желаний, и какие-то другие ограничения. Вы знаете, смотрю на работы наших художников из студии изобразительного творчества «Гармония». Вот сейчас новая выставка, мы открыли «Нет времени у вдохновения». И там только работы вот тех людей, которые пришли к нам в студию. И наш преподаватель научил рисовать, научил выражать этих людей вот с помощью живописи. Уникальные работы люди, которые никогда не рисовали, но говорили, вот так хотелось взять в руки кисть, вот что-то каким-то образом себя воплотить, какие-то мысли. И сейчас вот эта возможность появилась, и у людей удивительные работы, удивительные, светлые, наполненные какой-то особой философией, какой-то особым мироощущением, и выполненные достаточно профессионально, если можно так вот применить. Вот эта выставка у нас в холле третьего этажа, и мы опять вот совсем скоро ее планируем открыть, в том числе и видео будет открытие, и экскурсия по этой выставке преподавателя нашей Александры Михайловны Дьяконовой. Поэтому главное выйти, дать себе установку, что жизнь в любом возрасте, а еще вот одно из изречений, которым мы часто пользуемся, я имею в виду наши ветераны, жизнь после пенсии только начинается, если ты пришел во дворец ветерана. Поэтому я приглашаю начать новый период в жизни вместе с дворцом ветеранов. Какие планы на этот год? На этот год много планов. Во-первых, достойно отметить наш юбилей, 20-летие дворца. Запланирован цикл мероприятий, в том числе праздничный выпуск газеты «Самарский ветеран», где мы расскажем про систему работы, которая вот за это время создана, эффективно функционирует, подтвердить фактами, интересными событиями, что было за эти годы. Это будут творческие отчеты наших коллективов, хореографических, вокальных, художники наши обязательно примут участие в этих юбилейных мероприятиях. Это провести встречу с общественными организациями, ветеранов, инвалидов, в котором это одно из направлений работы дворца. Собрать наших друзей, партнеров, рассказать, что мы интересного предлагаем им на новое десятилетие. Это будет, конечно, цикл мероприятий, посвященных 170-летию Самарской губернии. Я уже анонсировала этот проект «Губернский город». Будут встречи с деятелями культуры, искусства, историками, кинематографистами, чьи жизненные пути совпали с жизнью в Самаре, с творчеством в Самаре. Обязательно продолжим проект «Ветеранская книга рекордов». Этот проект мы реализуем с 2012 года. Он уже будет седьмой этап в 2021 году. И какие же рекорды там уже есть? Вы знаете, Елена, много. Много уникальных рекордов, уникальных людей. Я проговорила про персональную выставку Людмилы Витальевны Тыриновой. Она есть в одном из сборников нашей ветеранской книги рекордов «Вершины творчества». Человек, который в 4 года, ее бабушка была вышивальщицей в Иверском монастыре. И маленькая Людмила Витальевна уже в 4 года могла подделать руку любой вышивальщице. То есть это уникальный человек, который уже в своем зрелом возрасте совершенно безвозмездно, как волонтер, создает необыкновенные шедевры, я не побоюсь этого слова, и показывает жителям нашего города области свое творчество. И вот новая выставка к 170-летию в очередной раз это подтверждает. Я не могу не вспомнить Ольгу Михайловну Доброву. Она врач-эпидемиолог, 42 года старшей трудовой деятельности. Но это уникальный человек, который в 80 лет начал писать стихи. И вот сейчас я уже затрудняюсь сказать, сколько сборников, но вот в течение 5 лет ею было создано 12 сборников стихотворений. Она говорит о том, что ее поддерживает семья, ее дети. И издаются ее сборники. Я не могу не проговорить про... Сейчас в курс. Про Виктора Александровича Лазарева. Это лауреат нашей ветеранской книги рекордов, причем двукратный участник нашего проекта в номинации за спортивные достижения. То есть уникальный человек, которому сейчас глубоко 70+, но он является участником международных соревнований по гиревому спорту и становится их призером, золотым призером именно в гиревом спорте. Это Владимир Михайлович Ощепков, почетный гражданин Самарской области, профессор, родоначальник хоровой школы в Самаре. Владимир Михайлович до сих пор в строю. Он руководитель хорового коллектива хороветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И в своем взрослом возрасте продолжает активную работу. И вот к 75-летию Победы хоровым коллективом во главе с Владимиром Михайловичем был задуман такой проект «75 лет Победы, 75 концертов». Но вот пандемия немножко внесла коррективы, не смогли мы провести 75 концертов хорового коллектива по городам и селам нашей губернии. Что-то около 36 мы успели, но тем не менее. Вот, кстати, все мероприятия, которые вы анонсировали к вашему 20-летнему юбилею, дате, скорее всего, дате, конечно, вы планируете их все-таки провести в обычном, привычном для нас всех режиме, либо дублируете сразу уже и на онлайн, если вдруг ситуация... Да, мы понимаем, что реалии сегодня таковы, что необходимо сохранить свою деятельность в интернет-пространстве. То есть обязательно все наши мероприятия будут проходить с учетом дистанционным, чтобы люди, которые не смогут к нам присоединиться, они смогли в любое время дня и ночи, выйдя в интернет, стать участниками этих событий. И будем проводить, конечно, очно. Потому что одним из направлений у нас же... Мы не только работаем с пожилыми, не только с ветеранами. Вот та самая связь поколений, это та основа, на которой мы стоим, ради чего существуем, чтобы эта цепочка поколений не прерывалась. Поэтому наши мероприятия... Вот в феврале у нас вообще такой очень патриотичный месяц, потому что много дат, связанных разным. День юного героя антифашиста, день вывода войск из Афганистана, другие события, они обязательно пройдут в формате встречи поколений, когда ветераны, в том числе и молодые ветераны, афганцы, будут встречаться, там, ветераны ВМФ, пограничники, будут встречаться с молодым поколением, вот в формате встречи поколений. К 30-летию возвращения исторического названия нашему городу, Самаре, 9 февраля мы проведем праздничный концерт, посвященный этой дате. И, опять же, он будет и в прямом эфире, и вот со всеми соблюдениями безопасности. пригласим в наш зал людей, которым будет позволительно быть с нами. Ну что же, спасибо вам большое, Ольга Николаевна, за те интересные новости, с которыми вы пришли поделиться. Я уверена просто, что мы с вами непременно встретимся и поговорим уже в юбилейную вашу дату. Готовьтесь, чтобы было интересно, но мы непременно это осветим. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего, до свидания, и, конечно, будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!